Аллах, аззаваджаль, создал нас на этой земле и поместил нас в обитель страданий, несчастий, испытаний и проверки. К милости Аллаха, щедрости Аллаха, великодушию Аллаха и благосклонности Аллаха относится то, что Он сделал испытание неотъемлемой частью нашей жизни. Испытания неотлучно следуют за сынами Адама, и это относится к милости Господа миров, так как человек крайне сильно нуждается в том, чтобы привязала его к Аллаху. И самая прочная связь возникает именно во время этих испытаний, мучений и бед. Каждый раз, когда Аллах испытывает тебя, ты возвращаешься к Нему. Это испытание для тебя словно напоминание и предупреждение, которое привлекает твое сердце к твоему Господу. Любимые мои братья, это испытание не наказание, а щедрость и милость Аллаха. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, верующего постигают испытания в зависимости от его веры. Раба испытывают в зависимости от размера его веры. Аллах, аззаваджаль, начал с испытаний пророков, и они были лучше и выше других людей. Также испытанием подвергаются аулия, затем праведники, затем те, кто лучше и лучше, как нам об этом сообщил пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, у мусульманий. Эта земля – обитель недостатков и мучений. Ни для кого она не остается всегда безоблачной. Всегда, в любой момент тебя испытывают. Клянусь Аллахом, даже если тебя испытывают твоей одеждой. Ты надеваешь новую одежду, затем она внезапно становится грязной. И в этом будет твое испытание. Разве не сказал наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Поразмыслите над его словами. Он, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Дунья – это тюрьма для верующего. Может ли кто-то быть спокоен в своей тюрьме? Постоянные переживания, которые не прекращаются. Это дунья для меня, для тебя, брат, и для тебя, сестра, это тюрьма. Не думай, что ты будешь всегда радоваться в ней, наоборот. Если ты только радуешься, это будет странно. Почему к нам приходит только радость, а не испытание и бедствие? Некоторые саллифы спрашивали у своих товарищей, «Вас есть какое-то испытание?» Если те отвечали «нет», они говорили им, «Тогда проверьте себя, почему вас не испытывают?» Ведь эта обитель и ее природа изначально была смешана с постоянными испытаниями. Наоборот, нам нужно ждать беды. Когда же к нам приходит испытание, мы должны радоваться этому испытанию Аллаха. Аззаваджаль. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Не желайте встречи с врагом, но если вы встретили его, проявляйте стойкость. Не желайте себе испытаний, но если они уже пришли к тебе, прояви стойкость, радуйся им. Выбор Аллаха пал на тебя, и Аллах выбрал для тебя лишь благо. Тебя испытывают в твоей жене, тебя испытывают в твоих детях, тебя испытывают в тебе самом, твои испытания касаются твоего имущества, любимых тебе людей, тебя испытывают даже в твоем здоровье. Сначала ты был здоров, потом пришла болезнь, после силы началась слабость, после юности – седина и старость. С женой сначала была любовь, а теперь она питает к тебе отвращение. Это испытание. Ребенок сначала подчинялся тебе, но теперь же он вдруг тебя ослушивается. Это испытание и беда. У тебя в руках было богатство, а сейчас ты оказался в долгах. Это испытание. И все это относится к милости Аллаха, аззаваджаль. О, Аллах, сделай нас из их числа. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Удивительно положение верующего. Все, что бы с ним ни происходило, все к добру. Когда его постигает радость, он благодарит Аллаха, и в этом будет благо для него. Он говорит, вся эта милость от Аллаха, а не от меня. Когда его постигает радость, он благодарит Аллаха, и в этом будет благо для него. Когда же его постигает несчастье, он проявляет терпение, и в этом также будет благо для него. Брат мой, тот, кого постигло испытание, сестра моя, которую постигло испытание, возрадуйтесь и успокойтесь. Ведь клянусь Аллахом, это испытание постигло тебя только из-за того, что Аллах любит тебя и избрал именно тебя. Аллах испытывал своих пророков. Подумайте только, какие испытания постигали пророка, саляллаху алейхи вассалям. Ты терпел и был прощен. Задумайся о словах Аллаха, аззаваджаль. Воистину терпеливым их награда воздастся полностью без счета. Так радуйся этому божественному обещанию. Вспомни о том, что Аллах, субханаху ва та'аля, обещал тебе. Ибн Масуд говорил. И вслушайтесь в тафсир Ибн Масуда, который он сделал для этого аята. Он говорит, как течет река. Посмотри на реку. Останавливается ли она? Она течет, не переставая. Он сказал, и также награда, испытанного несчастьем, если он проявляет терпение. Будет подобно текущей реке. Он спит и получает награду. Смеется и получает награду. Занят чем-то мирским и получает награду. Я извиняюсь, когда он справляет нужду, он получает награду. Он моется и получает награду. Зашивает свою рану и получает награду. Страдает от своей беды и получает награду. Награда такого испытанного человека, если он терпит.